Ну вот, свежие сочнили 5 лет, 5 дней назад, несколько дней жары, и вот они уже на санцепяке, там у нас есть санцепяк, где-то сейчас еще звенит лопата об лед, а на санцепяке вот уже начали рассылать посылки, вот они, вот они, вот, и смотрите, что такие, это вьюн, из-за него кажется, что что-то тут не то, прекрасно сажился, я сам проверяю, вот, а теперь, знаете, неудобно показать то, что высылает, Господи, как это самое, ну хоть бы поучились бы, ни один же питомник из сотен не спросил ни одного черенка, значит, они не собираются ничего вам давать буднего-то. А вот они, настоящие-то посылки, вот и настоящие, причем, мало того, они наполовину обрезаны. Ну, я уже не знаю, наверное, я не дождусь нашего друга, вот, который у меня снял несколько великолепных фильмов, который первый, наверное, последний раз видел такие абрикосы. Вот, я покажу год бы, наверное, вместе езжу ко мне, ну вот, не знаю, он сделал карьеру, он стал не только ведущим консультант садовода кемеровским, но и московский телеканал, вот. А это он у себя, видите, кемерово, консультант садовода, это, наверное, январь 22 года, это на Арктиплице где-то, вот. А это еще раз, мы поговорили про корневую шейку, поговорили, мы еще раз показываем, это есть тот самый мертвый абрикос, он еще наносит, он дал предсмертный урожай, вот, потому что он был замульчирован. Вот, я теперь уже, фактически, приглашение он получил, но, наверное, все-таки, знаете, есть какая-то граница, вот, печатает меня крупнейшая газета России, не просто печатает, целая серия статей, причем таких, вот именно таких, необычных, которые наука даже не подозревает, вот, о чем вы уже говорили, да? Помните те постулаты? Всем нравлюсь, стиражей, все, это самое, присваивают звание лауреат, первое место, 15 тысяч по тем временам, это было 10 лет назад, 15 тысяч рублей, это что сейчас, 30 тысяч или 40. Вот, вот, такой премия получил, плюс гонорары, и потом, бах, главный редактор, получается, не сметь. И вот, например, сейчас я скажу, вот, например, я говорю о наболевшем, я просто говорю о наболевшем. так и сложилось, что вот эти прорывные овечи вдруг оказались за рамками, за скобками мне почему-то кажется, что никогда кундачок ко мне не приедет больше почему? потому что это не только угощаться но и объяснить, как это происходит ведь про эти обрезки на кольцо было сказано что, вы понимаете, сегодня по радио было сказано а он как раз тоже из этой же серии он тоже этот же, как сказать из тех он пропагандирует это же самое и вот она обрезка на кольцо и была сказана только обрезка на кольцо чтобы не загущалось а они не знают, что они же опять вылезут ветки и причем ровно столько, чтобы заменить эту отрезную ветку но кольцо никогда не зарастает никогда, а они всегда зарастет и это сегодня по радио и самое страшное все даже кто-то из вас должен был слушать ведь было сказано нас слушают 60 миллионов россиян радио России и вот один умный а несколько подакивал один говорил подакивал меньше одного сантиметра вообще не надо замазывать но это уже все я сижу готов лопнуть меня хочется разбить этот самый как он радиоприемник в машине которой то что же вы творите-то когда-то у нас состоялось в Саеногорске фестиваль съехались со всей России полсотни журналистов с ведущих телеканалов вот шефом был назначен знаменитый телеведущий вспоминаем советский Кирилл ну думаю все сейчас есть это вот он не приехал а заменял его вторая тоже очень известная дама тогда еще из тех пересочек времен вот ну ладно узнал где они остановились в гостиницу и должны были ехать в горный курорт рядом с Саеногорском 30 километров стоит огромный автобус я зашел поздоровался с ней я знал кто приезжает я говорю разрешите обратиться в встречу сидит человек 40-50 я каждому вручил диск вот с этими обыкновенными плодами они у меня были тогда и даже лучше чем многие сейчас это был взрыв какой-то это было невероятно это потом я их устаканивала это еще тогда было первое поколение второе я говорю ребята хочу чтобы у меня рядом стоит это и вот такой урожай был вот как вы сейчас видите да ребята у меня в девятке 4 места свободы четверо из вас стоют у вас все есть видеокамеры они же журналисты они приехали на фестиваль фестиваль называется загадочная провинция вот вам самая загадка я вас познакомлю с феноменальным урожаем то чего не может быть это это сенсация мирового уровня это уровень даже не одной а нескольких премий которые как и называется сейчас скажу даже не государственные эти господи его память что здесь мечтал о ней ну это самое главное это господи Нобелевская премия вот мы вы не потеряйте а их там уже столы накрытые ждут я говорю вы не потеряйте ни минуту пока они тут собираются собираются по одному подтягиваются с гостиницы спустились спускаются мы едем по этой же трассе и там небольшой свороток 10 километров в сторону это 10 минут быстренько за полчаса щелк 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 я сажаю в девятку и мы в этот горный курорт приезжаем даже на несколько минут раньше их вы не потеряете ничего вы станете обладателем мировой сенсации невероятной я говорю сейчас выйду и я подожду когда несколько человек сейчас поговорит и выйдет за мной не вышел ни один вот тогда я понял нету у нас вот это Владислав он все-таки серьезный мужик все но такое впечатление ну не позволят ему снять вот это все ну пока просто как сенсация мы угощал его мы ходили в ГЭС снимали все ну как сказать это скорее было как турпоездка вот советов вот этих не было хотя фильмы были прекрасные персиками все ломилось неукрывными вот вам это а Кириллов не приехал я думаю ну одного мне надо убедить одного удачу удачу Субтитры сделал DimaTorzok